Приветствую вас! Давайте попробуем вместе с вами подумать о том, как можно избавиться от комплекса шерфы. Ну, во-первых, комплекс шерфы, скорее всего, идет из детства. То есть в детстве вы, ради того, чтобы добиться, например, расположения родителей или что-то в этом роде, чем-то отказывали себе или вас мотивировали отказывать в чем-то себе, а тем самым прибивая у вас в такую вот форму поведения. И для начала вам нужно разбить детско-родительские отношения, разбить именно в этой части. То есть лично для вас определить, почему родители хотели, чтобы вы себя вели и для чего им это было нужно. А также разрушить ареал авторитета их и ареал того, что они поступали правильно и делали все верно по отношению к кумалу. Следующий важный момент включается в том, что в отношениях, именно о них, как я понимаю, вы говорите, в отношениях, когда называете к образ жертвы, в отношениях вы действуете в ущерб себе. Всегда. То есть вы отдаете человеку то, чего у вас в дефиците. Приведу вам небольшой пример. Предположим, у меня есть два яблока. Предположим, у меня есть два яблока, и вы приходите ко мне и прощите у меня одно яблоко. Соответственно, если у меня есть два яблока, то одно яблоко я вам дам, есть как-нибудь либо подсердить себя, потому что одно яблоко у меня останется. Но только в том случае, если именно эти два яблока не являются чем-то единым целым. То есть если я для себя их разграничиваю. Предположим, я не могу дать вам ни одного яблока, если эти два яблока я уже бы обещал другому человеку. И они у меня выглядят в моем восприятии как единое целое. Предположим, что вы понимаете, что если бы я обещал другому человеку отдастся два яблока, но отдал бы их вам, то есть посердовал бы, я тем самым, наверное, ожидал бы, ожидал бы, что вы мне эту жертву как-то как-то восполните. То есть вы поможете мне купировать то, что я сделал. Но правда заключается в том, что ни одна жертва в отношениях не купируется. То есть люди вокруг вас, они не понимают, что вы жертвуете. Люди вокруг вас не отдают себе отсчета в этом. Люди вокруг вас воспринимают то, что вы делаете, совершенно естественно и нормально. То есть если вы совершаете жертву, то вы делаете это по своему желанию, потому что вы этого хотите, и вам никто ничего не должен. А если и должен, то восполнить вам вашу жертву скорее всего не получится. И таким образом можно резюмировать, я надеюсь, вам сейчас понятен ход моих мыслей, он резюмировать, что когда человек жертвует в отношениях, он всегда чего-то лишается, он чего-то теряет для себя, надеется, что ему это купируют, но этого не происходит, и в итоге образуется обустошенность и неудовлетворенность. Соответственно, чтобы этого не было, нужно перестать отдавать человеку то, чего у вас у самой в дефиците. делиться только тем, чего у вас в избытке, а то, чего у вас не хватает, или то, чего у вас мало, оставлять себе. Это называется защита своих интересов. Если свои интересы вы не расчищаете, то дело здесь в неуверенности в себе, сомнениях в себе, может быть в комплексах. И если говорить о неуверенности в себе, то она решается, она повышается путем установления ваших слабых сторон, то есть тех собственных сторон, которые и определяют вашу неуверенность в себе, и организации деятельности по их купированию. То есть какие-то слабые стороны можно сделать сильными, да, то есть устранить. А какие-то нужно принять и, и, как бы, сделать их в своем сознании, сделать их продолжением ваших застонок. То есть понять, что те слабые стороны, которых вы не можете и двадцать, и не можете купировать, являются продолжением или следствием ваших сильных сторон. То есть все сильные стороны, так или иначе в разных ситуациях могут околдаться слабыми, и это не повод их менять. Но если есть какие-то откровенные, ярко выраженные негативные стороны, то искали все, чего можно купировать и как-то минимализировать. Для этого, соответственно, назначаются цели, цели разбиваются на задачи, анализируются средства, требования и условия этих задач, и начинается деятельность по их достижениям. То есть это такой вот процесс. Дальше. Вы находитесь в позиции жертвы еще и потому, что вам это что-то дает. И вы не хотите выйти из позиции жертвы, потому что вы этого теряете. Важно понять, что вам это дает, что вам дает комплекс жертвы, может быть, защищенность, может быть, отсутствие ответственности за свою жизнь, может быть, что-то еще. И это, это вы, во-первых, себя лишить, и это получается самостоятельно. Но, дальше. Нужна мотивация для того, чтобы менять свою позицию. То есть, мотивация для того, чтобы выйти из роли жертвы. Для этого необходима точная группировка, концентрация, если угодно, цели и плюсов, которые у вас будут, если вы перестанете быть жертвой. Понимаете, если человек не осознает, для чего он должен менять свое привычное поведение, а будучи жертвой это для вас привычное поведение, то, соответственно, ничего не изменится. Нужна мотивация, понимание, для чего это. И если вот это, то есть, смысл того, что вы делаете, будет вам ясен, то появится желание что-то менять. А если вы, например, задите этот вопрос, потому что это вам вредит, но вредит несущественно, или вы не понимаете до конца для чего и почему вам нужно, например, выходить из состояния жертвы, то вы так и будете в неме сходиться. Вот примерно то, что можно вам порекомендовать делать в этой ситуации. Не знаю, насколько вы оцениваете реальность этих рекомендаций, но тем менее, это всегда практическая работа с психологом, и если вы не хотите эту работу провести, то вам нужно будет выбрать эксперта хотя бы на нашем ресурсе и поработать с ним детально все аспекты тех моментов, которые я вам назвал. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.